Вариант славянской защиты, когда... Повторили, повторяют они пока из первой партии. Достаточно осторожно расставляют сначала пешку Е3, чтобы никаких острых вариантов не возникало. И сейчас есть у Виши возможность была сыграть Миран, но он по-прежнему настаивает на набирая все большую популярность ход А6. Так и в первой партии у них было. Ну да, так и в первой партии. Не в первой смысле, но во второй. В первой, которую Виша и Валерий. А6, и Борис задумался немножко. Ну, это, по крайней мере, принципиальный момент. По крайней мере, то есть Виши показывает, что он готов повторить. А Борис Гельфанд, вот готов ли он повторить? Он играл Б3, напомню вам, во второй партии. Такой солидный очень ход. В этой позиции здесь два принципиальных подхода есть за белых. Один, который я играл давным-давно против грищика. И позиционный, это С4, С5, попытка зажать ферзевый фланг черных. И другой, поддерживать напряжение в центре и вот проводить Е4, то, что было во второй партии. Ну там вот черные сейчас в последнее время, они очень хорошо подготовили эти варианты со встречным Е5. И там вроде все выменивается, выменивается центр и ближе к ничьей идет. Посмотрим, что приготовил Борис сегодня. Да, во второй партии матча, в первую, которую Гельфанд играл белыми, мы комментировали, уделяли. Повторяет пока. Он пока повторяет Б2, Б3, как и в первый раз, то есть как и в прошлый раз. Ну, в общем, да. С5 совсем другой план. Слон Б4 мгновенно отвечает, ну практически мгновенно отвечает. Ну, здесь главная идея этого хода, это максимально затруднить продвижение белыми Е4. То есть атакован конь, который поддерживает это продвижение. И одновременно заканчивает черные развития. Главная идея пока сбить коня. То есть напали на коня, и белым слом Б2, мы уже говорили в комментариях прошлой партии, но, наверное, кто-то их не слышал. Слон Б2 невыгоден, наверное, белыми за конь Е4, ладья Ц1, типа и ферзь А5. И черные после ферзь А2 могут забрать пешку на А2. Это такое тактическое обоснование. Поэтому белым, скорее всего, нужно по-прежнему играть слом Д2, как и было в прошлый раз. Да, хотя и это как раз выгодно на руку черным, потому что слом Д2 расположен гораздо хуже, чем на Б2. Мы как раз с Сергеем Рублевским обсуждали эти тонкости. Повторяем на всякий случай. Повторяем, потому что наверняка многих из вас не было при второй партии, при прошлой трансляции. Я имею в виду позапрошлой, но при прошлой, когда Борис играл белыми партиями. Партия номер два, скажем так. В общем, пока вот эта позиция стоит на доске. Да, да, вот это важно. Ну, наверняка слом Д2, я думаю, будет сделан ход. Вряд ли тут что-то можно придумать пока. Честно говоря, я не совсем понимаю вот эту трату драгоценных секунд, времени, минут и секунд. А Бори нет за доской просто. Гельфанд отсутствует. Вот он пришел, вот он подошел. Вот сейчас он ход сделает наверняка. Вот он подошел. Потому что не показывали картинку, есть он за доской или нет. Слон Д2. Уверенной рукой. То есть продумал он отходом фактически там две секунды, а потратил времени минуты полторы, наверное. Или две даже. Ну что ж. Слон Д2, конь Д7. Пока полное совпадение. Слон Д3 он, по-моему, играл в прошлый раз. Если мне память не изменяет, ход выглядит логичным. Слон выводится на активное поле, то есть слон Д3. И заканчивается развитие, потом рокировка делается. Но может быть он что-то сыграет и по-другому, не исключено. Вот он немножко так задумался. Я надеюсь, других пока таких схем развития особо нет. Ну да, А3 можно. Ну А3 это трата времени, по большому счету, видимо. Вот он сделал ход. Сейчас мы посмотрим, какой это ход. Слон Д3. Да, пока полное совпадение. Слон Д3. Виши рокернулся. И Гельфан тоже сделал рокировку. И, как мы уже говорили в прошлый раз, конь бьет Д5 тут грозит. Например, на какой-то неосторожный ход. Типа там ладья и 8 условно. Черные и белые бьют пешку на Д5. И в случае слон бьет Д2 будет конь бьет в 6 шаг промежуточный. А потом ферзь берет на Д2. И белые лишние пешку и выигранная позиция. Самое смешное, моя ученица попалась на эту ловушку. Я очень был раздосадован этим. Ну да, я могу тебя понять. А в случае комбьет Д5 белые бьют в таком случае пешкой на коня. Черные вынуждены брать слона. И белые промежутки берут на Е6 или даже на С6. Тоже лишняя пешка и тоже выигранная позиция. Вот. Ну а это такая ловушечка для детей больше. А не для матча на первенство мира. Это конечно даже не ловушечка. Слон дышит. В общем не думая, пошел Ющип. А полное повторение. Да, как говорится, Мавр сделал свое дело на Б4. Мавр может вернуться. Да. Потому что слон Д2 только нарушает немножко белым координацию. Его, как мы уже говорили с Сергеем Рублевским, законное поле на Б2 в этой позиции. Но сейчас ему туда, чтобы идти, нужно потратить лишний темп. Назад вернуться сначала на С1, а уже потом прыгать на Б2. А это вряд ли захочется. Так. И Боря сыграл в Ферзь С2 Гельфанд. А вот это, кстати, вот это новый ход. Ну новый для нынешнего матча. Он, конечно, далеко не новый. Наверняка были сыграны десятки партий этим ходом. Наверняка. Ферзь С2 я, кстати, предлагал среди прочих ходов. Помню в комментариях ко второй партии. Ну что тут можно сказать. Разнообразие некоторое уже есть. Случилось оно на десятом ходу. Виши, недолго думая, играет Е6, Е5, Е5 проводит это плановое продвижение в центре. Ну то есть черные стараются освободить игру. В общем-то, после разменов освободить игру и облегчить себе развитие. И таким образом уравнять. Или даже, может быть, при случае побороться за инициативу. Е5 это ход столовой, конечно, столбовой. Самый такой очевидный. Ну здесь два типа позиций возникают. Один тип позиций, когда после размена на Е5 и на Д5 в черных образовывается изолированная пешка. Ну благодаря немножко неудачному расположению белых фигур. То есть это не так страшно для черных. А второй тип позиций, которые более сложные и острые, это когда на Е5 белый реагирует СД-СД и ходит Е4. И вот здесь, конечно, начинаются длиннющие компьютерные анализы. Сейчас компьютер очень мощный, поэтому наверняка сейчас произойдет сверка анализа. Уверен, тем более, что уже ожидали оба соперника этот вариант. Ну, конечно, ясно, что сейчас грозит Е4, как нам подсказывают наши коллеги. Ну, я думаю, что это очевидная угроза и наверняка ее не допустят белые осуществления. Кстати, мне кажется, что в целом мы слышим отрывки в соседней кабине комментаторов, где сидят наши коллеги, гроссмейстер Ян Тимон и главным редактором журнала Нью-НЧС Дирком Яном. Со сложной фамилией, которую даже трудно выговорить. Тергой Зиндам что-то сложное. Как? Тергой Зиндам. Ну, ведь для реалов, которые полиглотом являются, знают множество языков, ничего сложного нет. Ну, для меня это не… Ну, это я пошутил, конечно, можно запомнить на самом деле. Шутка, конечно, на самом деле. На самом деле шутка. Но, в общем, мы слышим обрывки их комментариев, они, в общем-то… Мы даем больше специфических вариантов, как правило. Может быть, кстати, мы… Даже вот я лично, может быть, даже иногда переусердствую в этом. Но, то есть, тут мне интересно именно, что подход немножко разный к англоязычной аудитории и к русскоязычной получается. И я сразу вспомнил, вот как раз сегодня я вспомнил, что некоторые параллели в своей жизни… Ну, пока соперники делают ходы, но я, тем не менее, закончу свой рассказ. Пару… Где-то пару лет назад я был в аэропорту в Анталии, в турецком городе Анталии. И на выезде я увидел такую надпись. Написано, она была на русском, английском и немецких языках. Ну, на русском и английском я в состоянии был прочитать сам, а на немецком мне перевели. Написано было следующее, что «Запрещается вывозить из страны какие-то археологические окаменелости». По-русски было написано, вот так, немножко туманно. «Окаменелости, имеющие археологическую ценность запрещать вывозить из страны». И написано, что в случае… По-русски написано это было следующее, что в случае нарушения 10 лет тюрьмы. По-английски было написано, что несколько лет тюрьмы, это я хорошо помню. А по-немецки было написано, что просто штраф. Вот вам разный подход, можно сказать, к одной и той же проблеме для различных аудиторий. Может быть, тут есть некоторая параллель, можно провести. Но это так. Может, просто ошибки? Нет, мне кажется, что может быть, тоже не исключено. Ну, да, пошли по пути тотального размена. Так же было примерно в первой партии, только с той разницей, что феррг стоял на Д1, а ладерр стоял на С1. Ну, обычно здесь феррг на С2 более остро расположен, потому что в сочетании со словом на Д3 создаются угрозы пешке H7. И конь С6, скажем, ему тяжелее куда-нибудь отлучиться. Пока соперники восполняют длинную серию, так скажем, которую они оба анализировали, наверное. ЕД, комби, Д5, очевидный ход, черные меняются на Д5. Гельфанд взял пешкой на Д5. Вот тут пользуют феррг на С2, что грозит к ломбе H7. Пешка на H7, да. Ну, ее легко защитить, конь F6. Защищая на H7, одновременно при случае нападая, ну, при случае, пока нет. Потому что на Д5 брать, наверное, очевидно, невыгодно, потому что снова возьмет на H7 с шахом. Но прицеливая, скажем так, к пешке. Не, ну, ход самый естественный, потому что одновременно еще заканчивается развитие. И здесь есть такой элемент, что черные временно могут при случае отдать, вот, допустим, после такой Д4 они не сразу могут забрать пешку на Д5. Но постепенно эта пешка Д5, она слабая и она теряется. Поэтому пока не будем говорить о том, что здесь кто-то приобретает какие-то материальные ценности. ЕД, конь F6, Борис немного задумывался. Наверняка, то есть нет сомнений, что эта позиция только начала, наверное, его анализа. Есть еще такой прием, как погружение, собственно, в партию. Есть перепроверка. Я помню, Гарри Каспаров, он очень любил этим приемом пользоваться. Конечно, у него были прекрасные анализы, но вот он бывало, что минут по 30 мог подумать над хорошо знакомой ему позицией. Он просто погружался, вникал в ситуацию, заодно проверял. Я, кстати, когда игрался с паром, как раз я помню, что один раз я поймался на поход. Поймался? Поймался на этот трюк. Мне казалось, что я неплохо подготовлен, но на самом деле, ну, на самом деле это было смешно по сравнению с его подготовкой. В общем-то. И он думал, действительно думал, но потом выиграл очень уверенно одну из партий. Не, ну это, конечно, не трюк, это именно вот это глубокое погружение в позиции. Ну, в том числе и с элементами трюка, почему нет? Если покупаешь, то, конечно, срабатывает. Да, для таких наивных игроков, как я, это иногда может и сработать. Я имею в виду против таких. В общем-то, некоторые покупаются. Не всегда, но иногда, по крайней мере. Но, по-любому, мы уже говорили, мы уже касались этой темы, кстати, в прошлых партиях. Тут ничего не изменилось, что действительно соперники думают над очевидными ходами, которые они очень хорошо знают. Потому что, действительно, трудно их ожидать, что они будут всю партию играть, ну, играть дебют, даже в темпе блица. Хотя, прекрасно они знают все эти ходы. Ну, что можно сказать? Позиция опять, дорогие друзья, опять существует большая вероятность, что позиция разрядится и партия закончится в ничей. Есть и другая опция, что белые все-таки удастся им за счет того, что у них чуть-чуть пока более активно расположены фигуры. Ну, вверх на c2, в первую очередь, и как-то вот слон g5 есть возможность. Ну, я не знаю, ладья е1. Я бы ладья е1 подумал сейчас над ходом, кстати. f, наверное, на е1. То есть, есть и другая возможность, что белые, благодаря вот такому некоторому преимуществу в расположении фигур, удастся им создать какие-то конкретные угрозы. Боря вот сыграл, что он сделал, сейчас посмотрим. Он пошел h2, h3. h2, h3, профилактический ход. Типичный профилактический ход. Здесь сразу несколько моментов. Один, что отбирается по лидже четыре сразу двух фигур, у слона и у коня. Достаточно неприятно. И второй момент, там очень часто возникают тактические нюансы, связанные с ходом слон бьет h2, там, или с какой-то атакой, или каким-то вилкой, ударом там двойным. Вот. Поэтому, ну, это ясно, что домашняя заготовка. Да, h3, это, безусловно, ход тоже лежит на поверхности, как ладья е1. Ладья е1, это просто более такой амбициозный. Но h3, зато, может быть, более тонкий, может быть, более правильный просцент. Хочу обратить внимание сейчас на белопольного слона черных, на c8, который после этого хода практически лишает себя каких-то там, лишен какого-то хорошего поля развиться куда-то. Он сейчас ему тяжеловато. Он на d7, скромный на d7, скорее всего. Он на d7, тогда получается, что белые слоны, там, как-то в сочетании с ферзем. Ну, черные могут, во-первых, ответить симметрично на h6, начнем с того. h6 и белые слоны будут брать на d4, ну, вот я говорю, вот так, что приходит на ум. Вот, там, th3, и я могу тоже самую игру сыграть и с тобой, как бы говоря. Ну, белые, может быть, собьют, может быть, теперь пойдут ладья е1, а может быть, собьют на d4. Ну, нет, виши играют слон d7, тоже, который тоже очевидный, тоже, о котором я думал. Слон d7, что это такое? Это пока временная жертва пешки, возможно, потому что белые могут взять на d4, но, видимо, им это... Не, ну, готовится ладья c8, чтобы сбить ферзя с диагонали hb1, h7 и после этого взять на d5. В этом, собственно, наверное, идея. Ну, правда, здесь после ферзь d1 на конь d5 появляется слон dh7 и ферзь h5. Да, тут конь d5 не очень хорошо, слон dh7. Ну, я даже бета сказал бы, что здесь все-таки у черных остается два слона, и какие-то идеи компенсации всегда витают в воздухе. Компенсация есть, но не... Ферзь d6, ферзь d6, слон d8, там... Ну, скажем так, некоторый перевес может быть и белый. Ну, пешка уже... Я не думаю, что там пойдет так. Да. А Боря, кстати, я не думал особо брать. Не, ну, он делает как раз очень хороший ход. Ладья е1, да? Он второй ладью на d1, по-моему, пошел. Сейчас посмотрим. Да, он пошел ладья а, d1. Ладья а, d1. Ну, ход тоже логичный. Идея, что он ставит ладью на линию d, на которой все самые интересные события будут разворачиваться после взятия на d4. Ну, и самое главное, что после ладья c8 ферзь имеет отличное поле для отступления на b1, и он сохраняет давление по диагонали b1, h7. Ну, я бы сыграл сейчас, тем не менее, ладья c8, наверное, за черных. Ну, ферзь b1, это само собой. И типа h6, наверное. Вот. Может быть, ферзь b2 еще какое-то внимание заслужит? Ну, не знаю. Может быть. h6 пока. На конь d4 теперь я могу без страха выбить на d5, честно говоря. Нет, конь d5, слон d4. Там уже начинаются какие-то серьезные вопросы, потому что... Вопросы без слона есть. Некуда ходить конем. На бассейн висит. Мы надеемся дать на них не менее серьезные ответы. Это очень... Слон e4, да. Нет, здесь как раз перегружено здесь, наверное, что-то другое. Но самое интересное, вот если психологический момент мать сейчас отметить, что Боря встал уверенно, ушел. Значит, наверное, здесь все-таки его где-то уже новинка появилась. По крайней мере, он нам задумался. По крайней мере, он создает такое впечатление. Да, то есть... Ну, я не знаю, вот тут, там, где ты говоришь, большое давление, для меня это не столь очевидно. Но хотя я согласен, что здесь... Я просто не вижу здесь хода. Ну, ход ферзь f6, слон d5, ферзь бьет d4, но на b7 пешка будет висит. Нет, ну там все будет висит. И там тоже ферзь e5 есть ход. Нет, нет. Ну, есть ход ферзь b6, например. Да, да, с ферзь b6 слон g5 начинается другие... Нет, я имею в виду сначала h6, я имею в виду, он бьет d4, может быть, теперь типа что-то ферзь b6. Или слону на c5 прыгнуть. Но ферзь b6 конь f5. Уже понеслась какая-то неприятная компенсацию, надо искать, не видно сразу какая-то компенсация. Вот здесь надо подумать немножко, в той позиции, в которой сейчас анант и думает. Да, потому что может быть ладится 8-код напрашивающийся, но не обязательно, что он лучший. Но он недолго думает, как говорится. Он у меня и 8-код пошел. То есть считает, что этот статус-кул в центре, когда и черная, и белая пешка висят, можно сохранить и спокойно позволить. И сделать такой развивающий ход. Интересно. Он сыграл... Надо понимать, надо сейчас думать, что имеют в виду черный на... Конь d4. На простые, да, идеи, конь d4. Что-то они наверняка имеют в виду. Есть интересный ход, вот так, я смотрю, в ладья и 5, да, совершенно верно. В ладья и 5 такой ход. Там, керет ли. Настоящие шахматы. Единственное, что бывает частенько, что эти ладьи потом они там теряются где-то на пятой, когда начинают там плутать. Бывает. Чего только не бывает. Ну, ход агрессивный, интересный такой ход, честно говоря. А что, на конь d4, что еще здесь можно... Ну, в общем, вероятность того, что позиция упростится вскоре и получится ничья высока. Я бы сказал, высока вероятность этого. То есть у Бори мы видим по-прежнему тот же подход, о чем мы говорили перед началом матча у Бориса Гельфанда. Что он старается без риска, так прощупывает слабые места, где-то, может быть, удастся что-то такое зацепить. Ну, а не удастся, так я сделаю ничью, в конце концов. Так он говорит своему сопернику, как бы такой посыл дает. Но ладья и 8, возможно, это самый четкий ход. Это трудно сказать, потому что, действительно, я не анализировал никогда конкретно эту позицию так точно. А соперники, наверняка, этим занимались и немало. Но раз Вишит так сыграл довольно быстро, значит, у нас есть доверие определенное к этому ходу, скажем так. Большое доверие. Ход выглядит логично, ладья останутся на открытую линию. Что еще можно требовать от хода? Нет, главная идея, конечно, вот именно... Да, конь d4, видимо, ладья и 5 заготовлена, можно представить. Потому что другого удобного взятия на d5 нет. Либо сначала ладья c8 все-таки, а потом ладья и 5. Вот тут это такой может быть нюанс. Ну да, это нюансы могут быть, да. Могут быть нюансы некоторые. Могут быть нюансы. Ну, могу отметить, что тот ход, который напрашивается, и у всех рука тянется, сделается он же 5. То есть он ничего не дает, потому что обычно черные просто ходят h6. Взятие на f6 точно ничего не дает, а отход на h4. Ну, там... Ну, я имею в виду, что если взять на f6, взять на f6, взять на f6, взять, например, ташку d4, ловушка такая, что ферзем бить на d4 нельзя, из-за шаха и ферзь теряются. Белые выигрывают. Но боюсь, что не попадется дельфант в эту ловушку. Точнее, ананте, я хотел сказать, в эту ловушку. Потому что, если комбит d4, здесь наверняка найдутся ходы и немало. Позиции у черных грозные. Ну, здесь можно для начала развить, там одеться 8, ферзь бодин отбросить. Ну, и тут позиция даже вот так на глазок, она у черных очень перспективная. Просто, мне кажется, даже лучше. Лучше, конечно. Она лучше у черных. Перспективы атаки очень серьезные. Можно даже против ферзь в 4 и сломбит h3 пойти. А, да. И ладья е5 можно пойти тоже. Неплохой вход. Хоня в 3, правда, еще как-то. И ладья h5. Но это, не знаю, нужно ли это. Тоже возможно, кстати. Продолжение следует. Продолжение следует.